МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему олигархи бегут из России в Америку? Сколько тратят на содержание своего автопарка пропагандист Соловьев? И когда российские дети, которых уже используют как рабов на заводах, пойдут на фронт? Про это и не только. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Денег извне из-за санкций в пока еще путинской России становится меньше и меньше. И вот уже начинается большой передел собственности внутри страны. Генпрокуратура по указанию из Кремля наехала на одного из богатейших олигархов Мельниченко. За что хотят потрусить этого спонсора режима и на что раскулачить? Показываем. Путин продолжает искать деньги на войну. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Из всех своих ручных олигархов дань в военный кошелек он взымает регулярно. Да и они не сильно-то и против. Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право. А вот те, кто посмел осудить начатую Путиным войну против Украины, плоды своей непокоры пожинают в виде потери российских активов. Я так чувствую. Я не могу молчать. И таким олигархом станет угольный и химический магнат Андрей Мельниченко. Он самый богатый в России бизнесмен. Его состояние в 2023 году оценили в более чем 25 миллиардов долларов. Эти баснословные деньги Мельниченко принесли предприятия «Еврахим». Один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений и «Суэк». Крупнейшая угольная компания в России. Мы работаем на экспорт, потому что, ну, конечно, у нас живет на территории нашей страны 140-150 миллионов человек, а в мире живет 7 миллиардов. То есть мы понимаем, где рынок. Да, понимаем, где наш основной рынок. И вот спустя полтора года войны Кремль решил отжать у миллиардера часть бизнеса. Причиной судебного разбирательства власть называет нарушение коррупционного законодательства. Якобы Мельниченко в 2018 году не совсем законно приобрел энергетическую компанию Сибека у экс-министра. Андрей Мельниченко, осознавая и понимая, что осуществление федеральным министром Михилом Обрызовым предпринимательской деятельности является запрещенной антикоррупционным законодательством деятельностью и порождают акт коррупции, от участия в намеченной теневой сделке не отказался. Но почти пять лет, как выразились правоохранители, нарушение никого не волновало. А тут вдруг иск. Естественно, эти активы, скорее всего, перетекут к олигархам или к людям, которые близки к Путину. Но все это будет обернуто в такую красивую обертку, что вот Путин борется с олигархами. Интересно, что иск Кмельниченко последовал после того, как Путин активно стал критиковать богатых россиян за то, что они держат состояние за границей. Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом. Но Сибека – один из самых мелких активов Мельниченко, поэтому картину в целом не сильно изменит. Она ориентируется сугубо на внутренний спрос. Мы производим тепло, которым мы согреваем наши города, и мы производим электроэнергию, которыми мы обеспечим наше производство. Да, и в Россию он не спешил. Сейчас Мельниченко с семьей живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Но очевидно, это только начало. То, что Мельниченко лишат всех активов и всей собственности в России, это уже не оспаривается, потому что в России нет никакого института права, собственности. Мельниченко прекрасно, конечно, понимал, что рано или поздно у него все отберут. Поэтому, я думаю, максимально он вывез все, что он смог вывезти или перевезти там, да. Но понятно, что завод он не может вывезти. Он не может вывезти там какое-то крупное предприятие. Поэтому он смирился с этим и прекрасно понимал, что рано или поздно у него просто отожмут в лучших традициях 90-х. Основной актив Мельниченко зарегистрирован в Швейцарии. И хотя он официально с марта 22-го года ничем не владеет, прибыль от своих компаний точно получает. Ведь его состояние за год выросло вдвое. Исходя из этого, мы вынуждены, не можем вести себя иначе. И то, что Мельниченко просто переписал активы, а не вернул их в Россию, Путину спокойствия не дает. Ведь он настаивает, бизнес должен действовать в российской юрисдикции. Образ Запада как тихой гавани и прибежище капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили. Отняли даже законно заработанные средства. Путин активно наращивает темпы национализации. Это уже четвертый иск об изъятии частных активов в пользу государства за лето 23-го. Красивым словом они называют национализацией, но на самом деле это просто наглое бандитское отжатие. Ну вот он думает, что отжав то, что есть в России, это принесет ему счастье. А Мельниченко, кроме того, что ослушался президента в вопросе бизнеса, еще и призывал к миру вместо поддержки путинской войны. События в Украине действительно трагичные. Нам срочно нужен мир. Мировой продовольственный кризис не за горами, если не остановить войну в Украине. Но с таким недоосуждением Путина он выступил только после того, как Евросоюз вел против него санкции и арестовал его супер-яхту за 530 миллионов евро. После этого санкции ввели и в Великобритании, где у него целый дворец. К ограничениям присоединились США, Швейцария и Канада. Все санкции он называет абсурдными, ведь к режиму никакого отношения не имел. Но теперь и режим с ним не дружит. Не раз в своих эфирах мы транслировали ученых и аналитиков, которые предупреждали из-за бегства народа из РФ, из-за убийства и тяжелых ранений сотен тысяч россиян, из-за мобилизации в стране нарастает кадровый голод, и это приведет к катастрофе. И вот ее первые признаки. Путин лично снял ограничения на использование труда несовершеннолетних. Теперь детей вовсю эксплуатируют на предприятиях ВПК. Они собирают дроны и шьют военную форму, например. А что дальше? Прямиком на войну? В России окончательно узаканивают детское рабство. Дыру катастрофического кадрового голода в Кремле придумали залатать трудом несовершеннолетних. Путин поручил правительству и агентству стратегических инициатив предоставить до 1 ноября план по стимулированию трудоустройства россиян в возрасте от 14 лет. Перечень поручений, названный «Сильные идеи для нового времени», размещен на сайте президента. Несколько месяцев тому в Российский трудовой кодекс уже внесли правки, чтобы упростить порядок принятия несовершеннолетних на работу. Все это подавалось под тем соусом, что школьники не против подзаработать летом. Теперь несовершеннолетним с 14 лет больше не будет нужно согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора. Для трудоустройства понадобится только согласие одного из родителей или попечителя. Для расторжения договора также не нужно получать одобрение Государственной инспекции труда и Комиссии по делам несовершеннолетних. Сильные идеи для нового времени у россиян внедряются совместно с хорошо подзабытыми трудовыми отрядами. Эту практику активно применяли в послевоенные 50-е годы в СССР, а теперь и России в 2023-м. На базе краевой больницы имени Вагнера ребята из медицинского колледжа, состоящих в трудовом отряде эндорфин, проходят свою целину в Центре здоровья. И в этом новом времени полномасштабного вторжения в Украину уже маленькие россияне трудятся на обеспечение своих фронтовиков-оккупантов. А, это прям сами шрифт. Да, это дети шрифт. А не сами шрифт. А не сами шрифт. Ребята из трудового отряда города Красноярска, выражаю вам благодарность за ваш труд, за ваш вклад. Всем огромное спасибо детям школы-мастерице города Красноярска за клевые футболочки, за поддержку солдат. Всем огромный привет. Но самое масштабное и беспрецедентное использование детского труда на российскую оборонку журналисты нашли в Татарстане. На территории колледжа Алабуга Политех. Того самого, который рекламировали российские блогеры, миллионники и баннеры на Манхэттене. А логотип особой экономической зоны Алабуга из Татарстана оказался там выше всех остальных, даже зарубежных брендов. И это как наглядный показатель того, что отечественные компании, несмотря на западные санкции, конкурируют с корпорациями мирового уровня, а потому и цели ставят амбициозные. Журналисты-расследователи доказали, что после применения санкций и ухода большинства иностранных компаний Алабуга, которую позиционировали как место, где взращивают российских Илонов масков, превратилась в конвейер по сборке иранских дронов-шахет, которые тут называют по-простому «лодка». И все это происходит руками несовершеннолетних студентов. Они работают сутками напролет. Студенты также рассказывают, что иногда им приходится работать по несколько дней без сна и практически без еды. На вопрос, почему сами студенты не бунтуют против такого отношения к себе, один из них отвечает, все боятся, мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас сильно запугивает по этому поводу. Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются под угрозой отчисления. В договоре, рассказывает студентка Алена, говорится о том, что им запрещено разглашать информацию об Алабуге в целом и об этапах обучения. За нарушение этого правила студент вынужден будет выплачивать штраф от полутора до двух миллионов рублей. По словам журналистов, студентов постоянно проверяют, отбирают телефоны и даже читают переписки. И за любую оплошность выгоняют из заведения. А по контракту при отчислении необходимо заплатить огромные суммы штрафов за обучение, которое было якобы бесплатным. Студенты рассказывают, что сумма выплат в случае отчисления будет зависеть от направления и срока обучения. Так, юристы и экономисты, которые отучились первый курс, будут вынуждены платить 420 тысяч рублей, а студенты остальных направлений – 170. Отчислиться и потеряться тоже невозможно, потому что договор трехсторонний. Его подписывает Алабуга Политех, сами студенты и их родители. Поэтому в случае исчезновения студента все неустойки будут платить их родители. Вырваться из трудового лагеря студентам Алабуги почти невозможно. И это только первый этап сотрудничества россиян с иранцами по созданию огромного конвейера дронов-камикадзе. Но самое страшное, что юные рабы-россияне, как утверждают расследователи, даже не понимают, какие орудия убийств создают своими руками. Единственное их нарекание – это убийственные условия в учебном заведении. И уже есть студенты, не выдержавшие кабальных условий и покончившие с собой. В нашей постоянной рубрике «Лица режима» сегодня бизнесмен-путинист Арас Агаларов. Друг диктатора, ярый адепт войны, вывез своих жену и дочь в США. И те там даже обзавелись американским гражданством. А как же российское? Про лицемерие по-русски. Далее. Арас Агаларов. Он по праву считается одним из самых влиятельных российских предпринимателей азербайджанского происхождения. Солидный аристократ, модно одетый и ухоженный. На руке платиновые часы, на лице лучезарная улыбка. Дело в том, что я всю жизнь находился под каким-то прессом, который, может быть, я сам себе придумал. И пресс этот, как вы, скорее всего, догадались, состоит из 100-долларовых купюр. Один из 200 самых богатых российских бизнесменов по версии журнала «Форбс» много лет как присосался к государственной кормушке, сколотив благодаря коррупционным схемам Путина немыслимое состояние. Репутация может быть разной. Может быть, репутация выдающего мошенника, фальшивого монетчика, там, кого угодно. Для себя лично Араз Агаларов, похоже, выбрал репутацию президентского подхалима. В свое время он даже предлагал сделать Путина пожизненным президентом, выставляя кровавого диктатора, мессии для России. Все изменилось в феврале 2022-го. Это ходит до смешного, когда они сейчас переписывают свои биографии, как, например, известный всем Фридман, и заявляют, что он вообще как бы не русский, а родился во Львове. Этот Виксельберг есть такой олигарх. Он, оказывается, не русский. Для олигарх он родился в Дракомыче. После начала полномасштабной войны азербайджанец быстро смекнул. Про дружбу с Путиным во избежание санкций, которые Агаларова так и не настигли, нужно помалкивать. Знаете, чувство страха – это плохое чувство. Это мешает жить. Я с этим чувством не знаком. Чтобы и вправду не волноваться за свою семью и честно наворованное, Араз Агаларов давно вывез родню в США. Там миллиардер переписал свою недвижимость в Майами на жену Ирину Агаларову. А дочери подарил роскошную квартиру на фешенебельном острове Майами-Бич. Журналистам удалось разузнать, что члены семьи Агаларовых на словах «так оголтело любящие матушку Россию» даже числятся среди американских избирателей. Там они хотят тратить награбленные в России деньги. То есть абсолютно логично, я не удивлен. Для них это нормальная практика. Для них нормальная практика. Побеспокоился Агаларов-старший и про своего сына Амина. Последний, несмотря на огромную любовь к родному Азербайджану, учиться предпочел в США. А бизнес-карьеру строить на Западе. С Россией парня связывает разве что несметное количество папыной элитной недвижимости в Москве и карьера музыканта. Да только клипы на свои песни Амин предпочитает снимать тоже за границей, искренне тоскуя оттуда по родине. К сожалению, не смог как следует пригреться Агаларов-младший и в российской столице. Ходят слухи, что после начала мобилизации летом 2022-го отец Амина заволновался и сослал отпрыска на историческую родину в Азербайджан. В то время, когда вы недовольны судьбой, недовольны тем, что происходит, вы должны понимать, что огромное количество в это же время людей находятся на инвалидных колясках, находятся в больницах, находятся в состоянии, когда они знают, что они обречены на преждевременную смерть. Укрывшись от мобилизации и возможности преждевременной кончины в российском окопе, Амин заскучал и взялся на папыны деньги воплощать в жизнь свою детскую мечту. Я решил, что было бы круто что-то начать здесь делать, какую-то цивилизацию сюда интегрировать. И получился цивилиз, который я вам покажу. И на самом деле я так завидую, что мне не 13 лет сейчас тем детям, которые сегодня здесь тусуют, потому что я бы отсюда просто не уходил. И вправду, построенный певцом оазис до боли напоминает пейзажи из американской квартиры его сестры. Ну чем вам не Майами? Вот только родня не сильно спешит на свою историческую родину. Во избежание санкций Агаларов-старший вообще постарался хотя бы на словах разорвать все связи с Кремлем. Заявил о выходе из палаты промышленников и предпринимателей и незаметно распродает все, что только можно в России. Его дочь и жена никуда из США дальше шопинга в Европе и носа не покажут. А сын при необходимости мигом променяет азербайджанский бриз на калифорнийский. И в этом нет ничего удивительного. Семья Агаларовых всегда умела держать нос по ветру. А ветер этот давно дует богатым россиянам в противоположном от родины направлении. Вся российская элита свое будущее видела и видит все равно на Западе. Не в Китае, не в Индии, не в других замечательных странах, а почему-то на Западе. Потому что они там хотят тратить деньги свои. Решение корпорации «Мерседес» отключить российских дилеров от программного обеспечения вызвало истерику у пропагандиста Соловьева. Он завопил про нарушение прав и законов. Однако на самом деле прислужник Путина мог просто испугаться, что его личный роскошный автопарк останется без сервиса. Подробности далее. Поехали. Всемирно известные бренды продолжают покидать российский рынок. Они отказываются от каких-либо, по крайней мере, официальных связей со страной-агрессором. Например, «Мерседес-Бенц» полностью отключает российских дилеров от программного обеспечения. Эта новость вызывает буквально истерику у одного из главных пропагандистов Кремля Владимира Соловьева. Но это значит что? Это значит, они продали товар? А теперь он стал опасен? Где коллективный иск этой компании? Где коллективный иск, направленный против «Мерседес-Бенца» с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые продлили России? Потому что теперь управление этими автомобилями потенциально опасно. Почему мы этого не делаем? Почему мы не защищаем права российских граждан? Соловьев в лучших традициях геббельсовской пропаганды клеймит, обличает и грозит наказаниями европейцам? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь, которая возглавляет концерн? Это что такое? Они решили, деньги они получали, сейчас они ушли из России с правом выкупа своих заводов, и теперь говорят, а кстати, мы отключаем все от обновления, все прочее. То есть, что, типа, россияне, это как? В какой стране это возможно? Где гигантские иски против этих сволочей? С арестом всех их собственностей, если какая-то еще здесь осталась, с полным отказом в праве выкупа? Либо все. Я вообще считаю, что надо многомиллиардные иски подавать и просто засудить сволочей. Казалось бы, такой ярый критик Запада должен был радоваться тому, что теперь россияне смогут больше пользоваться и наслаждаться автомобилями собственного производства, развивая отечественный автопром. Но нет. Залится Соловьев именно потому, что сам имеет целый автопарк марки Мерседес, заработал на который благодаря своей пропагандистской неуемной деятельности. К примеру, у него есть вот такой Майбах в максимальной комплектации за 175 тысяч долларов. У пропагандиста даже охрана ездит на бусах Мерседес-Бенц. Они нет. То есть Мерседес-Бенц полностью уничтожил свою репутацию. Навсегда. Ее больше нет. Просто нет. Разрушила Мерседес-Бенц свою репутацию только в глазах Соловьева. Уход из России это для корпорации конечно потеря части прибыли, но в мировых масштабах продаж Мерседеса несущественная. Оставшись в Российской Федерации, компания Мерседес могла бы потерять имя, а оно стоит куда дороже бизнеса в Российской Федерации. Эти все корпорации, фирмы, кто угодно как их назвать, они платят минимальную цену на самом деле. Украина платит за вот это вот непонимание западом раньше, что такое Россия, платят очень дорогую цену жизни своих людей, своей территории и своей инфраструктуры. Да, территорию, инфраструктуру можно отстроить, а людей нельзя обеспечить. Как повлияет на самих россиян то, что Мерседес Бенц полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения? Увеличивается цена, если даже контрабанда завозится машина, она в цене увеличивается. Это раз, то есть это все равно для каких-то чиновников это же будет стоить денег. Второе, техническое обслуживание тоже растет, наверное, раза в два, если не в три. Вот. Касаемо россиян вообще, то они сейчас будут вынуждены вот эти автомобили, которые раньше к ним, ну там, заменять японские, корейские, например, на китайские. То есть сейчас большинство россиян будет пересаживаться либо и будут пересаживать на китайские автомобили, которые качественно похуже, безопасности не тянут, либо на так называемые российские автомобили, которые по факту являются тоже крупноузловой китайской сборкой. Какие бы Соловьев и его соратники пропагандисты не устраивали истерики в эфирах и как бы не напирали на закон, которым сама же Россия и пренебрегает, это не остановит компания, которая беспокоится о своей репутации. Связи со страной агрессором разрывать будут чем дальше, тем больше. То есть что, типа россияне это как? Режим спускает ваши деньги на войну не только в прямом смысле слова через Минобороны, но и через Министерство культуры России. Те тратят деньги не на танки с ракетами, а на кино и тоже впустую. Показательный случай за 200 миллионов рублей сняли пропагандистский фильм «Свидетель», который в кинотеатры пришли посмотреть три коллеги. про драгоценный, бессмысленный киношедевр наш сюжет. Пропаганда войны на экранах всех кинотеатров Российской Федерации. Да, я все видел. Я скажу вам, как было все на самом деле. Очередная жалкая попытка переписать историю на свой лад с треском провалилась даже самой России. Вы готовы поведать нам, как все было на самом деле? Паскапа просим и до Украины. Дело в том, что совсем недавно на болотах в прокат вышла новая англоязычная порция омерзительной так называемой культуры от российских властей под названием «Свидетель». Да, мы снимаем тяжелое кино, оно не для всех. Киноискусство существует для того, чтобы мы показали какую-то призму правды через это. Это позорная картина российского кинематографа должна была вести заблуждение весь мир относительно геноцида в Буче и Ирпене и, естественно, открыть глаза на ту самую правду, которую российская пропаганда сквозь сотни доказательств все же пытается донести в массы. Скорее всего, вам вряд ли захочется потратить свое время на это двухчасовое зрелище. Но, если интересно, до чего еще способна опуститься российская пропаганда, оставайтесь с нами. Данное пропагандистское кино является калькой на голливудские блокбастеры, которая повествует о трагических событиях первых месяцев оккупации Киевской области. И действительно, от голливудских блокбастеров там мало что осталось. А заплесневелые приемы типа клипового монтажа, страшной музыки и пафоса лишь остаются жалкими попытками российских гуру сделать что-то стоящее, чего в современной России уже, увы, никак не увидеть. Я смотрел, широко открыв рот, потому что участвовать в таком шлаке, иначе не скажешь, это мусор. Это такой кинематографический мусор со всеми мыслимыми, позорными стереотипами и издевательски глупыми, просто, ну знаете ли, из анекдотов, драматургическими решениями. Что тут говорить, если вся лента основана на извращенном представлении событий? В центре оказывается бельгийский скрипач, гражданин мира, верящий в справедливость, Даниэль Коэн, попавший в Москву на музыкальный конкурс. В преддверии полномасштабной войны, или как принято в России называть специальной военной операцией, бельгиец знакомится с украинским олигархом и оказывается в Киеве. Этот, значит, олигарх вместе с его начальником охраны с фамилией Панчук готовят нападение на Россию. Слышите меня, да? Они готовят, олигарх его, готовят нападение на Россию и параллельно слушают музыку этого бельгийского скрипача. Вот такая вот история. На следующий день происходит, значит, начало специальной военной операции по освобождению Украины от нацистов. Олигарх, естественно, сбегает в Израиль, хотя все, кто сбежали в Израиль, это, кстати сказать, российские предприниматели. Из украинских олигархов я не знаю ни одного, кто там живет. Главный герой становится свидетелем бесчеловечных преступлений, которые якобы совершают украинские военные. Но бред продолжает нарастать. Украинские солдаты, естественно, изображены в негативном свете. Мародерят, насилуют, пытают, убивают. То есть вся правда про российскую армию. Благо уже сжат. Осталось только двинуть этим Денбаусом, чтобы катились до собой Ростова. На протяжении всего фильма зритель наблюдает те самые нацистские наклонности украинского народа, о которых российская пропаганда уже который год изнеможенно кричит со всех экранов. Золотой профиль Гитлера, книга «Майн кампф», нацистский орел и черный «Вольфсангель» в виде татуировок, а также футболка с изображением Гитлера и гимн Люфтваффе. Ну, полный бред. Как же вас занесло к этим тварям? Сравнивать события из этого зетфильма с реальной жизнью гиблое дело. Ведь ничего общего они не имеют, а ориентация на Запад – очередное фиаско кремлевского правительства. В Пуче работали сотни, не десятки, а сотни западных журналистов, которые подробнейшим образом всю хронику поведения оккупантов донесли до западной аудитории. На Западе, мало того, что большинство ведущих изданий поместило подробнейшие репортажи, хроники, спутниковые снимки, это расследование продолжается до сих пор, устанавливают людей, которые это делали, звонят их родственникам по мобильным телефонам, которые легко оказалось достать. Все это опубликовано, поэтому я не очень себе представляю, каким образом на западную аудиторию рассчитывают продать эту увлекательную картину. Однако старания кремлевской киноиндустрии не оценили даже внутри самой России. Взглянуть на этот бред не возникло желания даже у самих россиян. Естественно, он провалится в прокате, потому что многие россияне в принципе перестали ходить в кино, после ухода западных фильмов оттуда. Все знают качество российского кинематографа, все устали от войны и смотреть про этот фильм тем более никто не будет. Только этого нам не хватает, фильма про СВО. Ужасный фильм не посмотрели до конца. Эта, с позволения сказать, кинокартина стала одним из худших фильмов в истории человечества. А скрыть позор россияне пытаются теперь всей страной, но, увы, у них и это не получается. По заявлениям самих пропагандистов, фильм «Свидетель» посмотрела всего 19 тысяч зрителей, а среднее количество присутствующих на сеансе составило лишь 4 человека, что же определенный успех. Ну, конечно, пока делают вот такие убогие люди, не имеющие отношения к кино, такого рода пропагандистский кинематограф обречен. Он провалится в преисподнюю до возрождения, как произошло, собственно говоря, с этим фильмом. За первый уикенд, который обычно является самым кассовым периодом для всех премьер, удалось собрать лишь 6,5 миллионов рублей, учитывая то, что бюджет самого фильма составляет 200 миллионов. На самом деле, этот образец это очередное доказательство, что зло дна не имеет, а культурная жизнь в России полностью остановлена. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова